Чтобы ребята смогли поучаствовать в региональном онлайн-проекте «Прокачай лето», где для них приготовили образовательные и развлекательные программы, губернатор Дмитрий Азаров вручил им в подарок ноутбуки. Из-за эпидемиологической обстановки в регионе встреча прошла в режиме онлайн. Рад, что имею возможность поздравить всех вас с нашим праздником, с Днём России, с Днём нашей великой, прекрасной, необъятной Родины. Я очень рад, что этот праздник всё расширяется, приобретает новые традиции. И, может быть, одной из таких традиций станет наша с вами регулярная встреча. Да, конечно, хотелось бы, чтобы мы встречались не в режиме видеоконференцсвязи, а очно, лично. Ничто не заменит никакие компьютерные технологии человеческого общения. Ноутбуки в подарок в этот день получили шесть многодетных семей, проживающих в регионе. К поздравлениям губернатора в этот день присоединилась и глава Самары Елена Лапушкина. Она сказала, что залогом совместных успехов всегда будут любовь к родному городу и своей стране. Поздравила самарцев с одним из главных государственных праздников и пожелала им крепкого здоровья, мира и добра, счастья и благополучия. Площадь Куйбышева в этот день стала главным местом торжеств, посвященных Дню России. Военнослужащие 2-й гвардейской армии прошли торжественным шествием с флагами и воздушными шарами цвета российского триколора. Самарцам в День России вручали трехцветные ленточки, символ флага. Триколор получали те, кто приехал отдохнуть на Ленинградскую и на набережную. Всего добровольцы раздали 5000 ленточек. В День России во всех районах Самары на балконах жилых домов были развешаны государственные флаги. Всего на фасадах здания красовалось более 1000 триколоров. К флэшмобу присоединились и житель дома по адресу Максима Горького, 103. Отдыхающие говорили, для них День России – один из важнейших праздников страны. Российское государство было образовано как Российская Федерация. Это для меня признак того, что государство может существовать как государство именно. Самостоятельная единица вне зависимости от своего не всегда удачного прошлого и с намерением на положительное выдачное. И в этот же день на Новосадовой завершилась работа над огромным муралом на фасаде девятиэтажного здания. В центре композиции – врач. В его заботливых руках сердце, символизирующее Самарскую область. Чуть ниже изобразили молекулу ДНК в цветах российского триколора. Горожане высоко оценили труд художников. Дом очень красивый. Мы уже в тот раз сказали, когда было первоначально. Спасибо вам большое. Так продолжайте. Елена Малютина, Олег Зверев, Мария Левина, Анатолий Головко, Лариса Шалафас, Сергей Кизоркин, Константин Головин, Николай Сидоров, Сергей Баскин, Николай Епифанов. События. Продолжение следует...